МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жанна Ивановна Ильина, я экскурсовод, я родилась в Севастополе. Мои родители защищали этот город, и мне небезразлична судьба этого города, нашего любимого Севастополя. Никто нас не захватывал, у нас мирная жизнь в этом городе, и мы хотим говорить на родном языке. Я никогда не прощу себе, если по улицам моего города пройдет факельное шествие бандеровцев, я предам своих родителей, и не только их, я вообще предам все, что было сделано на этой земле. Посмотрите, пожалуйста, как отнеслись к севастопольце, к сбору средств. Вот здесь у нас работает пункт сбора средств для самообороны. Севастопольцы несут сегодня понедельник, сегодня мирная жизнь. Город работает, город все на своих рабочих местах. Вчера было воскресенье, мы избивали, сколько приносили, никто, ящиками продукты несли, одежду для ребят, для которых небезразлична судьба русских, живущих на этой земле. Поэтому я всех призываю быть мирными. И еще раз хочу сказать, люди мира, берегите мир, берегите. Это самое дорогое, что есть у нас. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы пришли помочь ребятам? Я сдаю деньги в фонд защитников Севастополя, потому что мои родители приехали сюда в 1947 году, после войны. Мама с папой защищали страну в других местах, а восстанавливали Севастополь вот с того времени. Я родилась в Севастополе, я всю жизнь жила в Севастополе, и я умру в Севастополе вместе с камнями с этими. Поэтому это мой не просто патриотический, но священный долг помочь и участвовать в обороне Севастополя. Россия нас всю жизнь освобождала. Поэтому, когда нас передали Украине, мы лично, вот моя семья, да, мои друзья, говорили, что мы находимся во временной оккупации. То есть мы не воспринимали Украину как нашу страну. Да, я родилась в Севастополе, я жила в Севастополе. Поэтому для меня Севастополь был, есть и останется городом русской славы. Люди приносят все. Они приносят продукты питания, они приносят теплую одежду. Они вот, можно сдать, например, денежки взять на нашу благотворительную организацию, 35-я береговая батарея. Приносят все, чистого сердца. Особенно интересно, когда приходят маленькие детвора и говорят, примись и, пожалуйста, от меня. Я говорю, ты сам там что-то? Говорят, да, вот сам сделал. Все. Я в Севастополе. Это хорошо, что наши детки воспитываются так патриотично. Просто замечательно. Я хочу сказать, что в нашем городе, не жители города, а граждане. Понимаете? Хорошая гражданская позиция. Наш город выдержал три обороны. Три. У него было две. Крымская война, Великой Отечественной войны. Сейчас у нас третья оборона нашего города. А подвигов у нас четыре. Первая – это та же Крымская война. Стояли наш город. Разрушены полностью. Сохранилось семь зданий. Вторая – Великая Отечественная война от нашего города, как Севастополь, знаете, сохранилось четырнадцать зданий. Третий подвиг, я считаю, трудовой. Когда восстановили наш Севастополь в 54-м году, вот находимся в центре города, красивой, построен стиль русского классицизма. Севастополь вошел в состав 15 наиболее пострадавших городов Советского Союза, подлежащих немедленному восстановлению. Я лично считаю, что это третий подвиг, трудовой. А сейчас Севастополь совершает свой четвертый подвиг. Все стали единым фронтом. Севастопольцы помогают кто чем может. Кто приносит много, есть возможность. Есть люди, которые с ограниченными возможностями, пенсионеры. Бабушки даже приносили вчера по полкилограмма гречки и маленький пакетик риса. Но мы не хотели брать. Но они говорили, возьмите, пожалуйста, ребенок пришел, которому 10 лет. Он говорит, мне дали 20 гривен на подарок. Я все равно эти 20 гривен не истрачу никогда. Я отдам только, чтобы Севастополь был мирным, то, чтобы я чувствовал всегда, спокойно, на своей родной земле. Вообще НТС и НТВ, российский народный канал, вот, более-менее правда. Все остальное вранье. Я принес постельное белье, теплую куртку, для того, чтобы помочь нашей самообороне выполнить то, что решили севастопольцы на митинге. Вот чем могу, тем помогаю. Нам надо, ребята, белье несут. Ребята несут воду, ребята несут продукты. Я житель Севастополя, я родилась в Севастополе. Я за мир, стабильность и спокойствие в нашем городе. На данный момент у нас спокойная обстановка. О том, что нас кто-то захватывал, я это сказать не могу. Я скажу только, что у каждого севастопольца своя история, свои предки. У меня, например, бабушка в 44-м году пришла в Севастополь, освобождала Севастополь. И тут полностью было все разрушено. Она способствовала установлению советской власти на территории Севастополя. И я не позволю, чтобы в нашем городе Севастополе люди наводили какие-то бесчинства, что тут рушили памятники и не хватало, чтобы 9 мая на улицах Севастополя появились фашистские флаги. Мой дед, он в Беларуси, он был председателем колхоза, его расстреляли фашисты. Моя семья многонациональна. У меня мама белорусская, отец русский, муж у меня украинец. Живем мы дружной семьей, все общаемся на русском языке. И я не знаю, кому надо разжигать такие межнациональные розни на нашем Крымском полуострове и в нашем городе Севастополе. Мы все друг друга понимаем, мы изучаем украинский язык и слушаем его по радио. Мы никому не предъявляем никаких претензий. Мы мирные люди, которые хотим жить спокойно, чтобы спокойно учились наши дети, чтобы спокойно ходили по улицам. Нам некогда воевать. Мы все трудимся на нашем Крымском полуострове, в нашем любимом городе Севастополе. Я горжусь за свой город, за свой народ. И я считаю, что Севастополь и Крымский полуостров будут полуостровом мира, стабильности и процветания. Вот вы знаете, мне третий день подряд звонят друзья-киевляне. Спрашивают, как вы там, Севастополь, что там у вас. Я говорю, ребята, у нас такого порядка, как сейчас, не было лет 20. Город чистый, красивый. Люди ходят по улицам. Все как бы довольны. Я хочу сказать, что сейчас вообще наступает для нашего города исторический момент. Момент истины. Мы этого момента ждали 20 лет. Сейчас нельзя молчать. Каждый должен определиться своим выбором. Я не знаю, сколько мы жили в независимой Украине, так называемой. Пародия на СБУ, пародия на войска, пародия на милицию, пародия на всю страну. Хватит пародии. Мы хотим жить уже в настоящей державе. Крепкой, сильной. С могущественным президентом. Я, конечно, очень преклоняюсь перед Владимиром Владимировичем Путиным, так, как он может вести дела и как он может помогать братскому русскоговорящему населению на территории Крыма. Еще раз подчеркиваю, что сейчас момент истины. Мы можем восстановить свои исторические связи с Россией. Это как вот дерево, которое сейчас объединится, корни, ствол, все как бы будет в одном общем. И вот правильно сказал Дмитрий Белик на сессии, как цитировал классика, что промолчим, промолчим палачи. Сейчас каждый должен высказаться, что Севастополь – это город русской славы. Наше дело правое, мы победим, победа будет за нами. Мы хотим, однозначно, хотим и настаиваем, чтобы наши дети изучали родной русский язык в школах в Севастополе и по всему Крыму. И мы выступаем не просто за статус русского языка как регионального, потому что сама постановка вопроса о русском языке как региональном в Крыму, где большинство русскоговорящих и русского населения, 60%, это большинство населения, это постановка вопроса, неправильная и унижающая русское население. Мы выступаем за русский язык как государственный язык наравне с украинским, на всей территории Украины. Русского языка сейчас в школах Севастополя два часа в неделю и два часа русской литературы. И учителя не знают, как распределить время между этими четырьмя часами, чтобы преподать родной русский язык детям. То есть этого абсолютно недостаточно. Это нарушение, угнетение прав русского русскоязычного населения. Абсолютно не поддерживаю стремление к ассоциации с Европой. И думаю, что выражу мнение большинства севастопольцев и крымчан. И большинство населения Юго-Востока мы не поддерживаем, мы не хотим Европу абсолютно. Мы за самой тесной связи с Россией. Более того, Крым входил в состав Российской Федерации, все знают во времена Советского Союза. И мы за вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Большая часть русского населения, как можно считать родину агрессором? Если Россия пришла нас защищать, мы только за. И 90% севастопольцев поддерживают действия России. На все 100%. Меня зовут Алексей. Я приехал из Челябинска вчера только. Вообще, я ваш бывший соотечественник. Я уроженец Восточной Украины, Сумской области. Когда-то в 93-м году моя семья была выдавлена всей этой украинизацией, новой политикой Украины самостоятельной. И нам пришлось покинуть территорию бывшего УССР, вернуться в Россию. А сейчас я приехал сюда, когда увидел все эти события, увидел эти митинги. Я считаю, что я не приехал не из России на Украину или даже в Украину. Я считаю, что я приехал в Россию, потому что то, как здесь скандируют Россия, как искренне, с какими надеждами, так нигде не скандируют слово «Россия» нигде в мире. Поэтому здесь подъем такой российского патриотического духа, о котором мы давно уже даже забыли, там, сонные обыватели самой Российской Федерации, где, может быть, кричат Россия только на проплаченных митингах или на футбольных стадионах. Здесь кричат Россия за Россию, за победу России. Поэтому, как российский патриот, я как бы сразу же собрался сюда и поехал. Тем более, вот у меня есть личная эта причина. Я, когда уезжал в 93-м году из России, когда мы были выдавлены, все это укранизации, вот это вот отрывом нас от российских корней, нашего российского населения. Я дал тогда, ну, обещание, что я сюда вернусь. Я вернусь сюда вместе с Россией. Я никуда больше не собираюсь уезжать. Вот за один день я вчера сюда приехал, а я бросил все. Я хоть не богатый человек, я купил билет, я позаботился о местопроживании здесь. Я вот за один день прирос корнями просто здесь. Я коренной Севастополец. Как все жители Севастополя, я вижу, что в Севастополе спокойно. Дети сегодня пошли в школу. Люди работают. Никаких танков, никаких бронетранспортеров в городе абсолютно нет. Спокойная сейчас жизнь. Я думаю, что не только я весь Севастополь уже показал, что это русский по духу город, что история его русская, и мы не разделены с Россией. Весь город хочет быть не с Европой отнюдь, а именно являться составной частью Российской Федерации сейчас. Дорогие наши любимые севастопольцы, самые лучшие, самые отзывчивые, самые хорошие люди в мире. С такими жителями Севастополь так и будет оставаться оплотом всего и вытаскивать за собой всех, кому нужна помощь. Мы очень благодарны за то, что севастопольцы отозвались, за то, что несут вещи, несут продукты. То есть у нас очень хорошие жители. Огромное спасибо. Ребята, мы вас всех ждем. Нужны ли вам помощники сейчас на... Нужны. Нужны люди. Нужны люди на всех точках. У нас есть точка на северной стороне, есть точка в Балаклаве, есть точка здесь. Вот здесь самая большая работа проходит. Вот сюда нужны на площадь Суворова люди. Вы знаете, дело все в том, что 20 с лишним лет назад Севастополь, вот именно Севастополь, вместе с жителями просто как коробку конфет передали Украине. И 20 с лишним лет севастопольцы боролись за свое право говорить на родном языке, учить детей на родном языке, не заставлять маленьких, 7-летних детей с 1 сентября 1 класса учить совершенно непонятный, незнакомый им язык, тем более, что он родственный. То есть вырастает поколение, которое не умеет говорить ни на русском, ни на украинском. Мы боролись за то, что мы русские, но нас, к сожалению, ни центр, ни запад не слышали. Не все, там тоже есть меняемые люди, но нас не слышали, нас не хотели понимать. И сейчас с той стороны движется настоящий фашизм, просто настоящий фашизм. Западные СМИ показывают о том, что там вроде бы как наши силовики убивали безоружных людей, беременных студентов, просто детей, то есть на весь мир показали, что люди, стоящие с цепями, с коктейлями Молотова, с огнестрельным оружием, с дубинками, это теперь называется мирный митинг. А юго-восток, который стоит с флагами, с цветами и шариками, это, оказывается, сепаратисты. Мы не сепаратисты, мы хотим домой, мы хотим в Россию. Нравится это западной Украине, не нравится, мы хотим к себе домой. И мы хотим, чтобы все западные СМИ, чтобы перестала вмешиваться Америка, чтобы Меркель поняла, не ее дело вмешиваться в наши дела. Она не имеет права, пусть они разбираются со своими митингами. А в Севастополь фашисты зубы сломали уже один раз. Да, Севастополь оставили, но оставили через 250 дней. И Манштейн понес здесь катастрофические потери. Эти потери сравнимы с потерями, которые немецкая армия, если Меркель забыла, понесла за весь период боевых действий с начала Второй мировой войны до нападения на Советский Союз. Представляете, сентябрь 1939, июнь 1941, почти два года идет война. Немцы прошагали Европу и город Севастополь. И одинаковые потери. Пусть Меркель об этом помнит. Пусть Обама сидит у себя в Штатах и разбирается, почему его полицейские расстреливают 12-летних детей, которые гуляют с игрушечным автоматом. Мы здесь у себя дома разберемся сами. Нам, советчики, не нужны. Будет у нас референдум. Крымчане сами решат, с кем они хотят быть. И об этом должен знать весь мир. Только мы вправе решать, где и с кем мы хотим жить. Но никак не западная Украина, которая сейчас вдруг вспомнила, что, оказывается, Юго-Восток говорит на русском языке. И они теперь начали говорить на русском языке. Они даже какой-то день русского языка во Львове устроили. Ничего подобного, ребята. Мы помним все, и на граблях на этих мы стояли не единожды. Первым законом, который сняла эта безобразно избранная Верховная Рада, или как она там называется, был закон о языках. Ничего подобного. Мы больше на это не поведемся никогда. Нас вынудили. 20 с лишним лет поддерживалось вот это вот какое-то шаткое равновесие между Западом и Юго-Востоком. Вот, ну, вроде как все делали вид, что вот мы тут как-то так вот друг друга практически не замечаем. Они нарушили это все. Не мы начали, не мы. Мы просто отвечаем на все то, что они устроили. Фашистов мы сюда не пустим. Землю свою будем отстаивать. Хочет сюда Ярош, пусть попытается зайти. Пусть попытается. Еще раз. Немцы зубы обломали. Сдали, но через 250 дней. КОНЕЦ